Заработать на интернет покупках в Китае очень просто. Кэшбэк сервис Letyshops.ru, более 740 интернет магазинов и удобный интерфейс. Заходи по ссылке в описании и начинай зарабатывать с китайских покупок уже сейчас. Здарова народ, всем отличного настроения, вы смотрите канал Чай на Гаджетс и сегодня на нашем столе приемник, пожалуй, одного из самых брутальных и накачанных смартфонов Поднебесной. Супер тяжеловес и настоящий атлет с внушительными, по заверению производителя, показателями автономности. Смартфон, который можно с легкостью отправить в нокаут, пожалуй, кого угодно. Да, это Oukitel K10000 Pro. Обновленный, доработанный, но все такой же доступный и зараза здоровый смартфон прямиком из Китая. Кстати, посылка до Краснодарского края дошла примерно за 20 дней. Приобретал данный гаджет в магазине GearBest, все необходимые ссылки есть в описании под видео. Итак, дорогие друзья, приступаем к вскрытию. Погнали! Ну что ж, с боем, ну вроде как дается нам наша посылка. Так, все, больше ничего тут, по всей видимости, нет. Это, к сожалению, смартфон нам отправили не в пупырчатом пакете, это небольшой минус. Но, так как смартфон по-настоящему брутальный и мужской, он по-любому должен был выдержать любые издевательства на почте. Итак, сама коробочка претерпела достаточно кардинальные изменения. Она больше не текстурирована под кожу. Хотя, если честно, я уже не помню, была ли текстурирована под кожу у первого Oukitel K10000. Но, помню, что коробка была тоже однозначно брутальная. Итак, на задней стороне находится название модели. Oukitel K10000 Pro, диагональ 5,5 дюйма, Android 7.0 из коробки. Ну и, в принципе, все. На этом технические характеристики закончились. В принципе, такая достаточно скромная упаковочка получилась у данного смартфона. Давайте откроем верхнюю крышку этого бомболюка и посмотрим на сам смартфон. Давайте-ка ее сюда. О! Первым делом у нас идет вот такая вот iDMoto подложечка. Это целая страница книги. Ну что ж, вот он сам смартфон. На фоне этой коробки он кажется самым настоящим малышом. Хотя, по факту, он достаточно увесистый и такой, блин. Вот первый был брутальный и второй, зараза, тоже. Хотя, я думал, он немножечко так облагородился. Уже не то и не то быка на задней стороне. Но, в принципе, пока что мне эта штука нравится. Ладно, отложу ее в стронку и пробежимся быстренько по комплектации. Итак, какие-то тут шнурки. Вот такая коробочка. Киа-510000 про надписи везде и повсюду. И что у нас тут находится? Надеюсь, еще что-то интересное. А тут у нас вот это что вообще такое? Это настоящий кошелек. И, по всей видимости, вешать его можно будет на ремень. Да, действительно на ремень. И вот такая вот бандура будет висеть. У вас целая кобура. Подумает, что это какое-то оружие, а не смартфон. Изнутри она покрыта какой-то бахрому. Чем-то таким вот напоминает велюр. Не знаю, что это, но достаточно мягкая. Вот, честно, не скажу вам, кожа это или нет. Но весьма мягкая штуковина. Возможно, даже кожа. Окетел и застежка. Все, это наверх. Тут больше ничего нету. Следом идет руководство пользователя. По всей видимости, она у нас тут куча языков. О, боже, она еще и вот так вот диким образом разворачивается. Все это дело. Вот так вот. И тут у нас есть английский, куча языков. Не знаю, есть русский, все. Так, дальше. У нас штамп ОТК, гарантийный талон. Тут, по всей видимости, наверное, пленка защитная или еще что-то. А скрепка для отверстия симулатка. Давайте-ка ее сразу возьму, потому что она нам сейчас пригодится. Так, далее, разумеется, защитное стекло. Ой, это пленка с салфеткой. Ну и защитное стекло еще вот бонусом, по всей видимости. Вот, это стекло. Еще что-то. А, ну это комплект для поклейки самого стекла. Все, больше тут ничего нету. Ну, у нас тут еще две коробки. В этой у нас, по всей видимости, зарядное устройство, потому что что-то люто тяжелое. Все, больше тут ничего нету. Да, это зарядное устройство. Оно у нас на 2 А. Что ж, надеюсь, поддерживается... Да, написано, быстрая зарядка. Тут не Quick Charge, тут альтернативная технология от компании Mediatek. Так, в принципе, проверим, протестируем, посмотрим, сколько заряжается по времени банка на 10 000 мАч. И, разумеется, проверим, действительно ли тут 10 000 мАч. По факту, все. Так, за ней следом идет... Вот тут для людей шнурки всякие, но я решаю все делать по-мужски. Все руками. И тут у нас ОТГ-кабель. При помощи него можно подключать флешки к смартфону. Ну, и также можно раздавать электричество другим устройствам. То есть, заряжать другие смартфоны. Ну, и, разумеется, кабель. Он у нас не Type-C. Так, ладно, дорогие друзья. Давайте все это сейчас как-то облагородим. Облагородим, я не знаю. Заговариваюсь, извините, уже, наверное, 3 часа ночи. Снимаю распаковочку. Просто я ждал этот аппарат, потому что он действительно очень и очень впечатляющий. Такие устройства достаточно редко производят в современных реалиях. Раньше, я помню, в начале 2000-х каждое устройство имело свой дизайн, имело свое лицо. И вот сейчас, к сожалению, только вот такие вот уникумы. Ну, и сам смартфон весьма толстый. Я не скажу, что он сильно похудел по сравнению с первым аппаратом, но он однозначно весит немножко легче. Потому что первый 10-тысячный Okitel весил, действительно, я бы так сказал, как настоящий кирпич. Этот, ну, грамм на 50-60 поменьше по ощущениям. Так, он весь в пленках, боже мой. Давайте-ка, наверное, я сделаю поближе, и мы рассмотрим данный аппарат более детально. На лицевой стороне смартфона расположились глазок фронтальной камеры, разговорный динамик, датчики, ну и, разумеется, элементы управления. На правой стороне мы находим качельку регулировки громкости и кнопку включения. Слева находится комбинированный слот, в котором можно разместить две сим-карты и одну карточку памяти. К сожалению, пользоваться двумя сим-картами и картой памяти одновременно не получится. Тут используется стандартная схема, либо одна карта памяти и сим-карта, либо две сим-карты. Сверху находится только разъём 3,5 мм для подключения стерео-гарнитуры. На нижней стороне уже ставшей классикой два симметричных отверстия, в одном из которых находится динамик, во втором микрофон, и, разумеется, по центру микро-USB разъём. Сзади находится большая металлическая вставка, на которой расположился глазок основной камеры, вспышка, дактилоскопический сенсор, а далее снизу у нас идёт логотип компании Oukitel и вот такая вот кожаная вставка. Да, кстати, она действительно кожаная. Ну что ж, дорогие друзья, с внешним видом этого по-настоящему мужского брутального смартфона мы вроде как разобрались, так что переходим к его внутренностям, а для начала посмотрим, пережил ли данный смартфон дальнюю дорогу. Всё-таки 10 000 мАч, я удивлюсь, если он сел. Так, как мы видим, логотип компании Oukitel засиял, а значит смартфон не разрядился. Что ж, это уже неплохо. Сейчас я пройду все быстрые настройки и мы приступим к тестированию. Итак, продолжаем. Сейчас давайте-ка отправимся в настройки. Русский язык я уже установил, так что он тут есть. Android у нас идёт в версии 7.0. Так, давайте-ка посмотрим на апдейты. Прилетит ли что-нибудь на вот сейчас по воздуху? Нет, к сожалению, мы пользуемся самой последней версией прошивки. Если это не так, я обязательно сообщу об этом в полном обзоре, который выйдет, в принципе, прямо сейчас. Что ж, дорогие друзья, не буду я вас долго томить. В общем, приступаем к полному тесту. Сейчас я похожу с данным смартфоном буквально недельку. Протестирую камеру, интерфейс, скорость работы, бенчмарки, игры и так далее. Разумеется, сканер отпечатков пальцев и, самое главное, батарейку. Ну и вынесу свой вердикт по поводу данного устройства. В общем, не переключаемся, сейчас будет и полный тест. Ну что ж, мои дорогие друзья, походил я с Oukitel K10000 Pro несколько дней и сейчас постараюсь поделиться своими впечатлениями от данного устройства. Oukitel K10000 Pro из коробки управляется под операционной системой Android версии 7.0. И как бы то ни было странно, для устройства от компании Oukitel оболочка нашего героя практически полностью соответствует стоку от Google. Ну, почти. Разумеется, есть свои традиционные украшательства и прочие фишки от китайцев, которые мы уже неоднократно встречали и на других устройствах от сторонних производителей. Присутствует возможность обновления по воздуху, однако за пару дней ничего нового не прилетело. Правда, стоит учитывать, что девайс свежий и у него ещё всё впереди. Насколько я знаю, у Oukitel поддержка присутствует. По скорости работы претензий нет. Ничего не виснет, не лагает, да и в целом не мешает комфортной работе с устройством. Присутствует классическое управление жестами, символами, сканером отпечатков пальцев, а также плюшки с изменением размера рабочего пространства дисплея. Для такой махины иногда бывает полезной штукой. Что касается сканера отпечатков пальцев, то он тут бюджетный, требовать от него какой-либо скорости я не советую. Он тут есть и на этом спасибо. Отпечатки распознаёт, но делает это иногда достаточно сонно. Учитывая ценник устройства, сканеру дам 7 баллов из 10. В Oukitel K10000 Pro установлен относительно бюджетный 8-ядерный 64-битный процессор от компании Mediatek, а именно MTK6750T, работающий на максимальной частоте, равной 1,5 ГГц на ядро. За графику отвечает и Mali 860, оперативной памяти в смартфоне 3 ГБ. Как я уже упоминал ранее, в повседневных задачах, интернет-сёрфинге, в просмотре в фильмах и социальных сетях смартфон показал себя прекрасно. Никаких проблем с работой в повседневных задачах нет. Но вот что касается игр, то тут всё далеко неоднозначно. Тяжёлые проекты наш герой не тянет, конечно не от слова совсем, а скорее на высоких настройках графики. Наш удел это максимум низко-средние настройки. Что ж, если вы не игроман, то это никак не отразится на повседневной эксплуатации. Если же вас больше привлекают нетребовательные проекты а-ля казуалки инди, то тут всё тоже отлично. Ну а сейчас предлагаю оценить поведение нашего героя в парочке современных требовательных ресурсоёмких игр. Субтитры сделал DimaTorzok Объём встроенного накопителя в K10000 Pro по заявлению производителя равен 32 гигабайтам, из которых пользователю доступно около 25, что можно сказать неплохо, но и не идеал. Правда данный объём можно расширить при помощи карт памяти стандарта microSD, а также посредством OTG соединения. Заявлена поддержка съёмных накопителей до 2 терабайт. Любители позалипать в кино и сериалы ставим лайки. Ну а сейчас по традиции предлагаю ознакомиться с примерным качеством звучания нашего сегодняшнего героя. Звук, честно говоря, на четвёрку. На максимальной громкости немного невнятный, зато вполне громкий. Что касается звучания в наушниках, то как ни странно, с этим дела обстоят получше. Без звёзд с неба, конечно, но для просмотра фильмов и прослушивания музыки в дальней дороге сгодится. Экран смартфона это Full HD PSOGS матрица с диагональю в 5,5 дюйма и плотностью пикселей равной 401 ppi. В целом никаких вопросов к дисплею данного гаджета нет. Он весьма приятный, имеет хорошую для своего ценника цветопередачу и приличные углы обзора. Не спорю, не идеал, не флагман, но для рабочей лошадки и поглощения контента вагонами он вполне сгодится. Что касается максимальной яркости, то тут всё тоже нахорошо. В погожий солнечный день экран немного блекнет, но всё же текст остаётся читаемым. В Oukitel K10000 Pro установлено два модуля камер, тыльный на 13 мегапикселей и фронтальный на 5. Что ж, начну с того, что лично я был удивлён отсутствием интерполяции в снимках, так как ничто не запрещало производителю, как обычно, написать 16 и 8, дабы заманить на свой крючок наивных пользователей, однако нет, всё честно. Правда, особой погоды эта честность по факту не делает, так как в любом случае камеры получились средние, явно не для художественной фотографии. Однако запечатлеть важный момент вам всё-таки удастся и в большинстве случаев вполне сносно. Ну а сейчас предлагаю ознакомиться с примерами фото и видео файлов, сделанных при помощи нашего сегодняшнего героя. Субтитры сделал DimaTorzok Тест записи видеокамеры OKTLK 10000 PRO. Запись ведётся в Full HD, 30 фпс. Всё стандартно, ничего необычного. Так, давайте-ка что-нибудь снимем в макро. Вот эти вот уже завявшие розы. Ну, вроде как смартфон справляется с макросъёмкой. А теперь сюда. И ещё раз макро. Ну и всё. Ещё раз всем привет. Сейчас запись ведётся на переднюю камеру смартфона OKTLK 10000 PRO. Запись эта ведётся в соотношении сторон 4 к 3. Так что на какое-то супер качество рассчитывать не стоит. По всей видимости, 640 на 480 разрешение. Ну и ценим, как снимает передняя камера данного смартфона. Можно сказать, в таких не очень благоприятных условиях съёмки. Вот сейчас мне и об этом. Ладно, всё, побежал дальше. Вот и добрались мы до самого вкусненького, а именно до автономности. По заявлению производителя, объём встроенной аккумуляторной батареи равен 10000 мАч. И это поистине впечатляет. Так ещё и завезли технологию быстрой зарядки Mediatek Pump Express Plus. Не Quick Charge 3.0, однако за 3 часа от 0 до 100% смартфон всё-таки заряжается. Что касается нагрева, то он, к сожалению, присутствует и не жуткий, но есть. Как по мне, я бы просто оставлял смартфон по привычке на ночь с классической, хорошей 2А зарядкой и радовался жизни. Что касается практики, то как ни крути, а король он и есть король. Правда, синтетика не всегда разделяет амбиции смартфона и показывает весьма скромные результаты для такой огромной батареи. Если выкрутить яркость дисплея смартфона на 100% и смотреть видео на ютубе, и отдельно хочу выразить благодарность 10-часовой версии PPAPI за непосильный вклад в тестирование батареи, то нашего героя хватает примерно на 16 часов непрерывного воспроизведения, что я считаю весьма и весьма достойным показателем. Ну что ж, дорогие друзья, настало время подвести итоги. Oukitel K10000 PRO – это смартфон, который по праву заслуживает звание бюджетного короля автономности. При всём при этом смартфон отличается неплохой сборкой, действительно выдающимся и брутальным внешним видом, хотя, если честно, его предшественник был ещё более матёрым. Наш же герой приобрёл некоторые благородные черты и скинул пару десятков грамм лишнего веса. Также к плюсам смартфона отнесу неплохой дисплей, поддержку наших 4G-сетей, хорошее качество приёма сигнала, защиту от попадания пыли и брызг, внимание, погружать смартфон под воду строго запрещено, а также Android 7.0 из коробки с возможностью обновления по воздуху. В копилку минусов отнесу в первую очередь вес, всё-таки 291 грамм – это весьма солидно. Среднее качество звучания динамика громкоговорителя и, пожалуй, недостаточную производительность в тяжёлых ресурсоёмких играх. Покупать ли Oukitel K10000 PRO или же нет – решать в первую очередь вам. Все необходимые ссылки на магазин, где я приобретал этот смартфон, вы найдёте в описании под видео. Ну и, конечно же, если вы при этом захотите ещё и сэкономить, категорически рекомендую вам кэшбэк-сервис Letyshop. Сам пользуюсь и вам советую. Ссылка на него есть также в описании под роликом. Ну что ж, дорогие друзья, на этом, думаю, всё. Если вам понравилось это видео, не забудьте поставить большой палец вверх, подписаться на канал, а нажать на колокольчик, чтобы получать уведомления о новых видео как можно быстрее. Также не забываем посетить нашу группу ВКонтакте, там я опубликую фотосессию устройств, которые приходят ко мне на тестирование. А также там проводятся голосования за следующие интересные девайсы для обзора. Всем огромнейшее спасибо за внимание и поддержку. Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok